Сегодня 8 июля 2015 года, вон там, вот, тут приехал один брат Владимир с Урала Галендухин, решил показать телескоп солнца, называется лазер. Вот, вот солнышко, вот я показал вам, что она делает, какая у него энергия, если просто поставить. Если вы туда посмотрите своим глазом, ну, я думаю, что вы, наверное, решитесь, наверное, вашего глаза. Поэтому ни в коем мере не смотрите сюда. Да, сразу. Сразу используйте зрение. Сюда, да, вот он окуляр. Брат, закрываешь солнце? Это окуляр, вот он, да, такая линдочка. Можно готовить, получается. Вот она, вот она. На нее, в нее смотрят глазом, ну, например, если мы будем смотреть, например, ночью на звезды, ну, то есть на какие-то интересные там планеты, вот, галактики, а потом туманности. Воня. Ну, спутники, например, то нужно будет вот сюда. Слушай, интересно. А вот на солнце смотреть так нельзя. Это звезда наша самая ближайшая. И вы сейчас вот, она, как раз мы заходим и видим, посмотрите. Вот всем видят нас, да, ребята. Вот только вы присядьте. Да, они не выйдут. На своей речи, например, для каждого глаза нужно... Теперь внимательно посмотрите, видите? Пятна на солнце. На солнце есть пятна, да. А есть ли это на вашей линде? А вот нет. Знаете, такой у галереи, когда он показывал в первый раз свой телескоп, сделал. Ему говорил наружу, да ты там картинки поставишь, не может на солнце быть пятна. Его не верили ему. Ну, так оно оказалось, вот, оказывается, на солнце есть пятнышки, мы сейчас их с вами все видим. И вот это прямое доказательство. А что это такое? Это холодные участки на солнце. То есть вот эта поверхность, она 6000 градусов. А холодные сколько? Вот. А внутри солнышка, ну, это, опять-таки, по тем данным, которые ученые предоставляют, 15 миллионов. А вот сколько больше земля, оно знаете? Кто-то знает, ребята? Да. 160 раз? Нет. Во-первых, оно, его можно по размерам сравнивать. Вот, например, сколько наших земель войдет вот сюда, вот, если от этого края положить вот к этому. Опять объем? Это по размерам. Сколько? Сколько войдет? Я так много объем. А вот у меня такая к вам жаждака. У меня даже будет подарок вам, кто угадает эту загадку. Скажите, пожалуйста, вот я не трогаю телескоп, да? А теперь внимательно смотрите на экран. Почему солнце, да, почему оно убегает? Оно, во-первых, шевелится, да, вот здесь вот такие. Так по нему волны ходят. А вот почему оно уходит? Что ответит? Ну-ка. Земля движется. О, тебе приз. Я тебе фотографию дам. А там 150 на 10 в девятой степени, да? Нет. Сейчас скажу вам. В 109 раз по размерам. То есть размещается вот 109 наших земель вот так по диску солнца. 109, представляете? Вот это пятнышко, которое сейчас видите. Вот это там у нас закрывает. Вот это пятно. Оно по размерам с нашим земель. Ксюша, подвинься в сторону. Вот такое у нас наша земля. Она очень большая. Ну вот оно примерно вот это пятно. И вот еще, знаете, ребята, когда... Можно вопрос? А вот это вот, что по краям шевелится, это от тепла солнца? Это от тепла, да. Это от тепла. И вот мы с ребятами, ну я сам учитель. Так закрывай, Володя. А вы учитель чего? Остановись. Я? У меня самая школа, ребята. Это он закрывает. Я вам потом уже покажу. Я не знаю. Так, закрывайте, закрывайте. Да не знаю. Солнце уходит. Вот смотрите, кто там. Вот тут вот. Тетя Жанна, отойдите, пожалуйста, чуть-чуть. Тетя Жанна, отойдите. Завтра будет... Да все, все, все нормально. Солнце закрыли, отойдите. Все нормально, все уже, все уже. Вот если завтра будет хорошая погода, и можно будет и завтра посмотреть. Вот. Да, я с тобой. Ну вот я подарок вам еще. Телесно. Когда оно в Зените. Вот это подарок. Большой. Вот. Вот. Да, и я, ну что, преподаю как раз предметы, которые называют естество знаний. Это все знания у детей. У нас приходят ребята с шести примерно лет, пяти, в нашу школу. Вот. И до семнадцати лет они нас занимаются. Тетя Валя, тетя Валя, тетя Валя. Тетя Валя, тетя Валя. Это не Тетя Валя, как не Петерина Петрова. Кто-то солнышко украл. Тетушки вы закрыли нам солнышко. Солнце так быстро идет? Да. Вот это Ливия, да, я правильно? Я уже вас через интернет уже, наверное, всех запомнил. А мне можно с презентом? Всех запомнил. А вот в следующий раз я какую-нибудь к вам интересную векторину строю, а вы по мне поучаствуйте, кто победит, я вам дам вот такие... А смотрите вопрос, как будто бы оно от этой стороны темнее, чем больше. Да, я вот не до конца рассказал, ребята, об этих пятнах. И чем их больше, тем наше солнышко, вот у вас, когда энергия скапливается, вы много всяких, так сказать, можете дел наворотить, да, и эту энергию отдать. И вот солнышко, оно бывает точно таким же, как вы, у вас много энергии, а бывает очень таким белым. И вот в этом году солнышко-то тоже очень активное. И вот когда на солнышке много пятен, много вот этих пятна, это считается, что солнце очень активное, то есть в нем очень много энергии. И оно, вот на солнце возникает очень много вспышек. Вот когда у вас эти, наверное, я не знаю, конечно, телефоны, наверное, есть, сотовые. Кто-то закрыл солнышко. Нет, это кто-то подвинул телескоп. А, кто-то тронул телескоп. Там, Ваня, отодинься чуть-чуть. Это не я и в другой стороне. Вика. Так, сейчас я попробую еще раз. А можно просто? Да, сейчас, кстати, на это, вот эта активность солнышка, вот эти пятнышки, вот эти вспышки, они влияют как раз и на радиосвязь, в том числе на сотовую связь, на телевизор. Иногда бывают вот такие. И, кстати говоря, вот у вас, наверное, не знаю, вы рано ведь ложитесь, но если не лечь, скажем так, часов 12, то летом можно увидеть очень интересное явление. Называется серебристые облака. Серебристые облака. И самое интересное, красивое, это, конечно, поляное сиение. Просто потрясающе. У нас его видно? Видно. Вот как раз, когда солнышко активно, его бывает видно и у вас. Извините, а у тебя белые ночи, собственно, в городе, солнце не садится? Нет, это просто, это город находится в северном. И вот на севере, вы понимаете, что там солнце не заходит. А вы умеете галактику Андромеду видеть? Да, могу. Могу показать Андромеду. Может, это самое, ты даже можешь своими глазами видеть воочерю галактику Андромеду. Только отправлять туда тебя не буду. Мы, кстати, ребятами ракету запускаем. Ну, ты большая будешь. Однажды, когда я в маленький был, ну, немножко, ты в каком классе? В шестом, ну, вот в седьмом. Я хотел ракету запустить, сконструировать саму. И хотел туда посадить, догадайся, кого? Кошку. Кто сказал? Кошку. Вот, ну, вот видите, если угодно. Я бы тоже кошку посадила. Своего кота Васю. Вот такая ракета была. И в этот день запуска он куда-то убежал. А он, наверное, пчел, что-то неладное будет. И он куда-то убежал. Я говорю, ну, кого же нам посадить? А мы с сестрой. Я говорю, ну, давай, Света, давай пупсиков посадим. Пупсики детские, маленькие. И вот мы одели им скафандрой такой, фольгу. Двигатель был такой из, вот, такая прелесть, лак был. Для волос. Для фиксации, да. Вот это был двигатель. Вот это она встала на старте. Пупсиков поместили в каюту. Она где-то вот такая ракета была, вот такой толщины. И хотелось вот запустить. И, значит, она должна стоять ровно. То есть, такие вот, как бы, полежки. Ее держали, чтобы она не упала. Клеем момент такой стекущий. Была сделана дорожка для зажигания. Все, говорю, ну, старт. Один, два, три. Отчет пошел. И в это время ветер. Ее, она упала. И произошел, как это бывает? Взрыв. Взрыв. Да, катастрофа на старте. Пупсики, к сожалению, пострадали. Были похоронены. С почестями. Они обговорились. Это все такие пупсики. Это маленькие куколки девочки играют. Это игрушки. Да, да. Вот. Пошел. Я бы посадила крысу. Да, да. А вот у нас, кстати, мы наблюдали солнечное затмение, ребята. Мы, кстати, с ними ездили на Белое море в 90-м году на солнечное затмение. Вот там солнечное затмение полностью закрывает. И в этот момент вот эти все мошкара здесь становятся еще раза в два больше, чем сейчас будет холодно. И становится тишина. Вон, вон еще. И в гибе прямо. Это телескоп. Да, я уже, мы посмотрели. На солнце поспали. Заходит. Завтра еще можно будет с ним. Ну да, уже опоздали мы. Да, я заходил. Это тот, это мощный самый, да? Сейчас вручаю сразу тогда, Володя. Сейчас вручаю телескоп вам. Хоржественное вручение. Может, мы сегодня ночью проснемся. Давай, давай, посмотрим назад. Я думаю, непременно надо проснуться. Да! Нихо, тихо, не, телескоп. А, векторин, да? Да, сейчас, сейчас я дам. Кому я? Так, открыл. О, вон, встанька, давайте. Да, я не забыл. Я сделаю. Вы дарите на школу. Это как судьба. Да, я видел. А чемодатель стоит сюда. Кому там пристая я не знаю. Кому, к тебе. Иди сюда. Выбирай любую одну фотографию, какую хочешь. И покажи потом. Покажи только ее потом. А можно мне, пожалуйста? Можно мне, пожалуйста? Володя, подержи Володю ее с ним. Тихо, тихо. А это за вопросы? Можно, пожалуйста? Мне надо его трогать. Пусть, пожалуйста. Тихо, только на минусы. А вот всем остались, ребят, какое-нибудь разрешение ваших воспитателей, какую-нибудь викторину устроим. Это не... Помочь? Что там не смонтировано? Это... Помочь здесь волкить. Смотрите, это смонтировано. Это в штангу, брат. Вот эти... Вот это... Не, вот это в штангу, а та часть вот сюда варочит. Вот так, Виктор Николаевич, разобрались? Да. Ну, нет. Разберемся. Хорошо, помогайте. Да, помогайте. Так, вот это... Вот это карта, да? Карта вам, слушай, это все вам. Карта подвижная, карта звездного неба. Так. А натуральная? Да, здесь вот. А натуральная? Да, 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 это натуральная, абсолютно. Натуральная некуда. Так, это... Паша, без кипкина. Настоянки ничего. Так, вот так. Надо попасть визу. Так, ребята, это вот телескоп. Вот сейчас все посмотрите сюда внимательно. Ребята, посмотрите на телескоп. Я не вижу. Что вы видите там? Можно повыше поднять? Можно мне посмотреть? Смотри. Можно мне себя вижать? А это на самом деле так? Можно посмотреть? Покажи, пожалуйста, посмотрите. Покажи, пожалуйста, шерканье. Можно я посмотрю? Верните просто сюда. Можно я посмотрю? Мне не видно. Можно я посмотрю? Это кривое зеркало. Я тоже хочу. А можно мне, пожалуйста? А видеокамера что-нибудь увидит там? А можно мне посмотреть? Видно там зеркало? Ну да, видно зеркало. Вот зеркало. Зеркало в увеличенном виде. Пожалуйста, видишь себя? Не знаю. А, я понял, как это вставляется! Вот это глаз, только не ваш. Вот у вас есть зрачки. Вот если вы сейчас посмотрите на солнце или на свет, ваши зрачки станут маленькими. Когда вы идете в темное помещение, они станут очень большими. Вот это глаз телескопа. Чем он больше, тем телескоп больше может увидеть на небе. Я вам это... Наш телескоп... Это 60 миллиметров зеркало. Так. Вот здесь три окуляра. Три окуляра. Да. Сейчас... Так. Моноколь. Вот так. Моноколь. Здесь есть... Вот окулярчик, он один. Здесь есть волшебная трубка и вот такая волшебная линдочка. Вот так будет 33. Вот так будет 88. Ого. А вот так... Сейчас еще одну трубочку достану. Оооо. Телескоп уже нравится. Мне вот это нравится. И мне не нравится. Три часа. Короче все нравится. Три часа. А вот так будет уже 100. Зачем? 188. Вау. 188. Вот так. Хочу тебя оговорить. Я сейчас уже разобрал. Глазок как убил. Прошу прощения. Смотри. Это фантастика. Ну что, будем планеты открывать? Да! Она! Ну она, подожди. Кирилл. А может, сколько будет? Ну ты сейчас выйдем. Не только детям. Со мной мы не знаем. Вот Солушка можно завтра посмотреть. Паша, слушай, что это планет? Сегодня будет звездная ночь. Нет. Паша, прикинь. Мне одна планета не названа никаким образом. Я буду с астрономией сегодня провести с вами. Это планета Ивана. Ну вообще, это дядя Вова. Это планета Ивана. Увидел жедаев. Не мигает. Не мигает что-то такое. Пам. Это как это? Это Ивана. Это комета. Тебе надо тогда уже... Какая это комета? Это Солнце? Я дома. Я дома. Я думаю, когда приеду. Тебе надо нашу школу приедать. Это Куршатан. Вот они. А что у вас за что? Скажите, пожалуйста, что у вас за школа? У меня своя собственная частная школа. Я руководитель. Вот 30 лет. Я нашел. Создал юридическую организацию. Сейчас он преподает в 6 лет. И мне до 17 лет, ребята. Указали? Школа именно вот твои естества знания? Из естества знания, да. Там изучаются информационные технологии. Микрокосмос, естества знания. Все знания о мире, о человеке. Истина. Все это в свете христианства. А это Галат. А вы радиолюбитель? Нет. Я скорее астроном и физик. Я могу показать, кто-нибудь интересный очень припорт. Физический именно. И показать один прибор, но это будет вечером. Я не знаю, как вам, если позволят, то вы видите сегодня очень интересную и фантастическую штуку. Я радиолюбитель. А, ну хорошо. А я потом покажу вам это. У меня надо научить им пользоваться. Хорошо. Прося, прося. Это вот основные вещи. Это я понимаю, да? Вот это тонкая наводка. Чтобы его не вести. Это тонкая движение. Вот я сейчас как раз. Это грубая. Это дементальная установка. А это? Да. Это не тонкая наводка. Тонкая наводка, да. Соображаю. Так, крышка. Крышка. Ага, вот она. Всё. Я вспомнил стих в Писании. Желание боящихся Господь исполняет. Так что, брат. А как тебе пришли, что сам не чувствуешь? С помощью. Вот, например, я могу сказать, что когда я увлекся астрономией, у меня был такой один вопрос очень такой. Для даже взрослых такой страшный. Нет. Сейчас темнота. Дети, слушай. Я увидел, что умирают люди. А почему они умирают? Неужели я умру? Вот этот страшный вопрос меня волновал. Я стал смотреть на небо, наблюдать. Может быть, там на небесах есть такое место хорошее, что там люди не умирают. И вот. Ну так они идут, что эти глаза не такие. Глаза не знаю, не знаю, какие глаза. Вот. И увлекся астрономией, вот как ваш Виктор Николаевич. А зеркало, оно здесь внутри. Вот так внутри. Интересно. Смотри внимательно сюда. Сейчас он появится вот здесь. Вот этот телескоп Корчен увидеть можно? Вот этот 160. 170 практически. Вот смотри, вот она дырка. Этот 133 максимум. Вот сюда. Вот сюда сходят лучи. Вот сюда. Вот мы крышку снимаем и направляем куда? Ничего не видно! На тот объект, который нам нужно смотреть. Ну сейчас вы там ничего не увидите, вы там пятно светлое вид � one inch. Я небо вижу просто. Но только небо, давай дай выкруйте. А я небо с пятнышками вижу. Подождите, подождите мы посмотрим небо с пятнышками. Там ничего не увидите? Дайте небо с пятнышками посмотреть. Там комар летает просто. Тихо не сломайте, только аккуратней, аккуратней. Девочки. Все, отходи. Следующий. Отходи. Ты смотрела же, Вика? Четверг. Надо, знаешь, ложиться сейчас. Ложиться, но встать попозже, объяснить Игнать Тихоничу, чтобы в астрономии было. Дядь Бог, там черное пятнышко на облаках. Можно часов восемь встать. Потому что сейчас лучи солнца, они светят ярко очень, и воздух рассеивается. Поэтому, да, атмосфера рассеивается. Это Марс. Кстати, сейчас вот, ребята, отправили космический робот. Он называется Новые Горизонты. На самую, вот у вас, у кого там была фотография с планетами? Самая последняя планета, вот он. Какая туманность здесь не говорится? Это туманность, трехдольная туманность. Вот она, трехдольная. Это я хочу. К сожалению, не так много фотографий, но смотреть. Давайте договорим. Так, Виктор Николаевич, это еще не все подарки. Сейчас еще. Сколько мы встанем, а? Три. Три может быть уже рассвет. Давайте в час, наверное. Час, час. Давайте в час. Давайте в час. Так, кстати, планеты... Дядь Володя, планеты-то не будут видны. Юпитер и Венея. Они же уже близко к горизонту. Сатурн будет виден, да? Скажите, во сколько лучше подняться, чтобы смотреть на него? Сейчас. В час или в двенадцать? Я посмотрю, у меня есть такая электронная... Ну, на клашете у меня там есть. Я покажу. Вот вам еще книжки. Покажите, что делать. Астрономия космос. Астрономическая программа. Николаевич, покажи. Тихо, руки убери. Ты чего хватаешь? Подожди, подожди. Астрономия космос. Звездное небо. Вот такие книги я раньше, пока очень любил писать. В школьное время. Астрономия энциклопедии. Это диск для компьютера. Я потом вам буду показывать эти занятия. Есть, да? Вот, компьютерный диск, Redshift. Вот здесь весь космос как бы можно будет... Вот, например, если небо в облаках, и смотреть никак мы не можем, то вот с помощью такой программы можно увидеть практически все, что видно в любом месте, в любое время на небе. Вот, и можно показывать, смотреть. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да, слава Боже. Вот это снимок... Солнца. Это да, вот с этого телескопа, кстати. С того, которого... Солнце и темные пятна. А вот это что? Помощьки налетели! Да, но у меня увеличение меньше было. А что за пятна на солнце? А это пониженная температура. Эта галактика называется водоворот. Вот сейчас я буду вам показывать. Вот она галактика в созвездии Большой Медведице. Наша галактика считается вот примерно такой. Похожей. И мы на краю галактики живем. Но нашу невозможно увидеть, поэтому ученые думают, что примерно наша вот такая. Что мы внутри находимся. Что-то галактика. А черные дыры бывают? А черные дыры, да, есть. Ой, здесь красные. Вот это звездное скопление, да? Да, это нет. Это галактика. Галактика Андромеда. Это туманная Андромеда, она пятнышка видна. А вот когда попадается, может, человек попадет в черную дыру, и что там случается? Тебя зовут Кирилл, да? Неизвестно. Оттуда ты больше не увидишь. Никто не знает, что там. Луна. Это луна. Это луна. Это луна. Это луна. Это луна. Это луна, да. Это луна тоже. Ученые уже устанавливают, что земля-луна, это сотворено так, чтобы жизнь была на земле. Когда звезды умирают, система такая, очень непростая оказывается. Подождите, подождите. Вот два человека раскатываются. Да. Владимир, расскажите еще про черные дыры. Какой классик? А вот это же не такое луна. Вот это. Вот это комета. Вот это снимают кометы. У нас комета Галея была, но она раз в 76 лет прилетает к нам только. Поэтому мы ее больше не увидим. Но только может... И что-то таким цветом она летит, да? Это может не комета, а как ее название? Так, это не Галея. Нет, нет, нет. Это комета, которая вот последняя была у нас. Последняя, которая летали космические аппараты, наверное. Да. Вот сейчас, кстати говоря, ее название сейчас не помню я. Это наших украинских... Чурюмово геросеметов. А, вот, понял. Туда сел космический аппарат. Аппарат туда прям сел. Аппарат туда прям сел. Прямо на комету. Прямо на комету. Фила называется корабль. Корабль Фила. Ну, когда она приближается к Солнцу, то начинается появляться хвост. А вы знаете, что это комета? Что это такое? Кометос. Это космический обед. Это кусок льда. Комета. Это планеты. Да. Тут вы узнаете, какие планеты. И Сатурн, и Земля наша. Могу. Я могу рассказывать. И интересно. Если вам разрешат. Я тут и гость, так что вы... Можно спросить? Да. А вот, рассказывают, что на Солнце, если посмотреть, и сколько можно ослепнуть, да? Ты подошел к Срознам. Я тебе покажу. Сейчас ребятам показываю. Ну, завтра я тебе покажу. Возьми. А вы можете Сатурн точно так показать? Да. Вот. М-31 называется. Считают, что наша галактика подобная вот эта. Подномка. Подномка. У них такая мощность, потому что они могут за... Космический аппарат. Расстояние. Солнечный свет. А это что такое? Два миллиона лет. Свет летит два миллиона лет. Покажите. Вот мы ее видим в прошлом. Скажи один. Раз. Скажи раз. Куда? Это секунда. Вот за эту секунду свет долетает до Луны за одну секунду. Такая скорость света. 300 тысяч километров. А это что такое? Это, обычно, ты невнимательный. Это Марс. 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 Это немножко похож на Землю. Марс. Раз. А это не Марс. А это не Марс. Он облекислого газа по лесу. Ты специалист? Специалист. А Земля 30. Я тебе дам. Она просто книги, наверное, читала. Молодцы. Читала книги. У брата есть. Марс. Давай выбирай любую. Ну выбирай. Молодец. Хороший у вас ответ. Так. Ну что? Надо ложиться и в час вставать, да? Да. Время поспорить в час. Можно. Ты не проснешься, поспорим. А я не ловлю. Я так просто интересно. А потом мы попозже встанем, учитывая то, что вы ночью не вставали. А я не ловлю. А это что? Это туманность. Так. Ну что? Надо отбой. Все. Отбой. Лагерные. Все. Сворачиваем. Когда мы на солнце можем? Завтра посмотреть. Это как ближе. Как погода. А ты на твоя племянница. Завтра мне не обещаешь. Машина была. Тут как-то нас обрабатывает. Может быть тогда вы покажете деревенские придут. Время скажет. Тут есть такая маленькая планета. Ага. Ага. Немного помыше. Он здесь после обеда скорее всего. Это галактика Андромеда? Я знаю. У меня просто такой бык. Нет. Это в Андроменном. Заканчиваю. А у меня приблизилась. Ну что ты машешь это? Адромеда делаешь. Адромеда. Галактика. А где, 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 где учусь? Ты просто вот так вот еще что-нибудь делаешь. Все вас будить сейчас. Будете вставать? Дааа. Будем. Ааааа, я помогу не будить. Ауу, будите не будите, не будите.